Радиационное облучение наносит огромный вред здоровью человека и потому уменьшение последствий воздействия радиации – основная задача в странах, которые пережили ядерные трагедии. Белорусские врачи имеют немалый опыт диагностики и лечения заболеваний, связанных с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому именно в нашу страну приехали специалисты из Японии, которая в 2011 году пережила аварию на Фукусиме. Знания и навыки врачей-эндокринологов Брестской области могут пригодиться японским коллегам при работе на загрязненных радиаций территориях. Сейчас много говорят о Хиросиме и Нагасаке, но это совершенно иная ситуация. Нам важен именно чернобыльский опыт, так как авария на Фукусиме похожа на Чернобыль. Белорусские специалисты и врачи очень хорошо знают, как выйти из такой сложной ситуации, как чернобыльская авария. У них есть очень большой опыт, который очень важен для нас сейчас. Поэтому мы и приехали, чтобы нас научили, как обследовать и как лечить людей, облученных радиацией и особенно детей. Брестская область, единственная в стране, проводит усиленную диспансеризацию, направленную на исследование заболеваний щитовидной железы. Скрининг и диагностические исследования, постоянно проводимые врачами, позволяют еще на самых ранних стадиях обнаружить патологические изменения и принять необходимые меры. А чем раньше это будет сделано, тем больше вероятность сохранения жизни и здоровья пациента. Мы скринингом занимаемся достаточно давно, заболевания щитовидной железы. У нас опыт уже с 1997 года, когда мы впервые открыли передвижную диагностическую лабораторию, которая работает и по сегодняшний день, перемещаясь по всей нашей области и осуществляя обследование пациентов, преимущественно сельских жителей, потому что для них предоставляют им помощь непосредственно в районах, в сельской местности. Там же проводятся ультразвуковые исследования, диагностика скринингового диабета сахарного и на месте производится пункционная биопсия пухолей щитовидной железы. Практические и теоретические занятия, которые сегодня привели врачи Брестского областного эндокринологического диспансера, серьезная помощь для медиков из Японии. Радиация – это не одномоментная опасность. Она накапливается годами и последствия могут проявиться через несколько лет и даже десятилетий. А потому опыт белорусских коллег, которые работают над устранением последствий облучения уже не один год, сегодня необходима информация для японских врачей.